Привет, просветители! Последние полгода прошли для российского образования и для моего канала, соответственно, под девизом «Больше уроков веселых и разных». Ящик Пандоры, конечно, открыли разговоры о важном в прошлом учебном году. Этот предмет наглядно показал, что включить в программу можно буквально все. Главное, захотеть и получить отмашку от руководства. А на все возмущения старшеклассников и их родителей «А жить-то и готовиться к экзаменам когда?» можно смело отвечать, «А это внеурочка!» «Обязательно!» И после этого началось. Оказалось, что практически у каждого российского политика есть свое видение системы образования. И этими потрясающими идеями нужно срочно поделиться с миром. И не просто поделиться, но еще и в жизнь воплотить. Люди, которые никакого отношения ни к школе, ни к педагогике не имеют, фонтанировали предложениями просто нон-стоп. Думаю, вы помните, что в какой-то момент я просто ролики не успевал снимать об очередном «С нового учебного года в каждую школу надо...» Каждый считал своим долгом написать открытое письмо Сергею Кравцову. «Я боюсь, Дед Мороз такое количество корреспонденций в декабре не получает». «Дорогой дедушка Мор...» «Сергей Сергеевич». «Наша партия считает необходимым вести с 1 сентября направили обращение министру...» В очередной раз учителя и школьники с удивлением слушали умный разговор о том, чего не хватает в школе. От людей, которые последний раз расписание в начале 2000-х видели. Так это... И так уже есть. Комментарий, который встречался под моими роликами снова и снова. С другой стороны, даже не зная, что лучше. Предложение заняться тем, чем школа и так занимается. Привет, вернем воспитательный компонент в учебу. Или полностью оторванные от жизни фантазии из серии «Лишь бы что-то предложить». Как это можно реализовать? Кто эти уроки будет проводить? Готова ли школа? Да какая разница? Наше дело выдвинуть инициативу. И вот это на самом деле довольно показательно и даже страшно. Люди, которые занимают высокие должности и весело нажимают на кнопочки во время голосования, совершенно не боятся выглядеть глупо. Порой несут откровенную ересь. И показывают свою полную неосведомленность в вопросе. Но все равно рвутся попасть в очередную статью. Депутат предложил вести во всех школах? Главное – показать бурную деятельность. И это даже уже никого особо не удивляет. Поэтому я решил, что завершить на канале этот год педагога стоит роликом об очередном новом уроке. Какой это уже по счету предмет? 20-й? Как год начали, так его и закончили. И на примере этой образовательной новинки рассмотреть основные признаки подобных популистских идей. Разговоры о важном состоповым. Что же нам предложили на этот раз? Спросите вы. Уроки отцовства? Скажу вам я. Пока Буцкая стайна готовится с нового учебного года осчастливить всех семьеведением, держим кулачки. Это не кулачки. Сенатор Ольга Епифанова выступила с идеей, что семьеведение – это слишком широкое понятие. Одним уроком тут не обойтись похоже. И поэтому вместо него надо добавить в расписание уроки отцовства. Кто-нибудь добавьте логику. Желательно внутривенно нашим политикам. Предлагаю более научное название. Папология или отцовствоведение. Разницы никакой, но звучит лучше. Первый признак хорошего депутатского урока – актуальность. Если ваше предложение не содержит таких слов, как патриотизм, традиционные ценности, злой запад, воспитание гражданина, семья, даже не думайте рот открывать. Это нафиг никому не нужно. Обязательно удостоверьтесь, чтобы ваш новый предмет ничего общего с наукой не имел. Во-первых, это скучно, а значит в заголовки газет вы не попадете. А во-вторых, вы что, в итоге образованных людей хотите получить? Не, нам такое не нужно. Вместо того, чтобы добавить еще один урок математики или русского, ну, то есть те предметы, которые всем сдавать нужно, мы лучше заявим, что девочке просто необходимо научиться готовить борщ. При этом обязательно для мужа. Не для себя. Для мужа. Принцессы не только не какают, но и, судя по всему, не едят. Ну, сами подумайте, что в Телеграме больше кликов наберет? Госдума предложила обратить внимание на подготовку старшеклассников к ЕГЭ? Скукота! Или Вячеслав Володин на протяжении трех минут рассказывает о важности борща в семейной жизни. По-моему, тут выбор очевиден. Я больше сырники люблю. Второе обязательное условие отличного урока от депутатов создания проблемной ситуации. Для школы. Если что, это весьма действенный прием в современной педагогике. Наши политики используют его не поэтому. Русский язык со стоповым. Например, вызываешь ребенка к доске и диктуешь ему слова. Нога, зерно, плечо. Соберу, выбираю. И довольный Жорик с радостью подберет проверочные слова. Нога, ноги. Зерно, зерна. Плечо, плечи. А соберу, что делать. А выбираю. Это типа словарные слова? Нет. Это проблемная ситуация. Мы осознаем, что наших знаний недостаточно, чтобы понять, что делать дальше. Но если потом на интерактивной доске показать детям целую толпу подобных слов и попросить найти закономерность... Все слова пишутся с маленькой буквы. Садись, Жорик. Пятиклассники сами поймут, что здесь написание зависит от суффикса. Мы увидели проблему. Нам дали некоторые инструменты для ее решения. И в итоге мы сами поняли, что нужно делать. Жорик, не надо больше никаких закономерностей искать. Мы уже правила записали. Что еще за... Это просто все слова длинненькие. Павел, вы такой юморист. Боже, боже, продолжайте. Проблема же с новыми уроками. Никто в школе не знает, что с этим добром делать. У образовательных учреждений зачастую банально нет тех инструментов, которые могли бы позволить воплотить идеи политиков в жизнь. А не превратить, как обычно, в профанацию. Я вам сейчас ролик из интернета включу, а вы просто тихонечко посидите. Вернемся к урокам отцовства. Первый и главный вопрос. Кто это будет вести? Глюк Андреевна будет делиться своими идеями, как быть хорошим папашей? Я, конечно, не батя, но тоже в некотором роде. Или Шизоид Парфентич, единственный мужчина на всю школу, свои уроки бросит и пойдет детишкам рассказывать, как правильно за хлебом ходить. А, это другой предмет. Им мужчины и так уже в совершенстве овладели. Третий пункт. Добавьте в свое предложение изюминку. Для преподавания новой дисциплины, по мнению сенатора, нужно привлекать многодетных отцов и тех, кто очень хорош в семьях. Вот, скажу честно, мне бы такое даже озвучивать было стыдно. Особенно в год педагога. Очередной политик нам недвусмысленно намекает, что педагогическое образование – это грязь из-под коня. Зачем учиться работать с детьми, изучать профильные дисциплины? Свои дети есть? Значит, и с классом справишься. Да, это именно так и работает. Или на этих уроках подростков будут учить орать на детей благиматом. Потому что тут не каждый учитель-то умеет держать аудиторию. А здесь уважаемый сенатор буквально предлагает людей с улицы в школу набирать. А, ну раз у дяди Саши семеро детей, мы его слушать будем. Ага, конечно. Второй момент. Где вы найдете столько многодетных отцов? Дам бы сначала хотя бы поинтересовалась, сколько в России школ. С другой стороны, она же еще один вариант предложила. Те, кто очень хорош в семьях. Мужчина, а вы очень хороши в семье. Нам просто учитель школы требуется. Кто и по каким критериям будет определять хорошесть? На глазок? Или у жены сначала поинтересуются? С другой стороны, Ижу понятно, что никто в здравом уме не бросит свою работу ради веселых рассказов детишкам о счастье отцовства. Поэтому на роль учителя подойдет любой товарищ с первичными мужскими половыми признаками. Ну, все как в реальной жизни. Главное, чтобы дома были штаны. Не, ну Ольга Епифанова, конечно, молодец. Тут спорить глупо. Предложить каким-то левым чувакам без педагогического образования рассказывать, как воспитывать детей, огонь идея. Только вот Ольга не боится, что идеи дяди Саши или дяди Сережи могут чуть-чуть отличаться от того, что она себе там в голове напредставляла. И когда дядя Вова начнет мутузить Жорика прямо на уроке, потому что он по-другому не понимает, отвечать за это кто будет? Ольга. Четвертый пункт. Волшебная пыльца. Потому что только надышавшись чего-то очень серьезного, можно решить, а потом еще и озвучить это, что выделить целый урок на рассказы мужчин, как они детей воспитывают, классная идея. И вот здесь опять сразу же видно, работал ли человек в школе или он из Министерства просвещения, например. Между пригласить интересного гостя на классный час, например, того же самого многодетного отца, и провести 34 урока в год без какой-либо подготовки и плана, ну, есть небольшая разница, о чем будут говорить эти отцы целый год. Я боюсь, что все те красивые фразы про мужественность, главу семейства и ответственность у неподготовленного человека к концу первого урока закончатся. Что делать на остальных 33? Школьный предмет это система в идеале. Урок химии отличается от «А давайте я вам сегодня что-нибудь о меди расскажу». И если человек этого не понимает, возможно, ему не стоит об образовании говорить, никто не будет слушать запинающегося отца четверых детей, который в десятый раз рассказывает о том, что мужчина должен уметь держать молоток в руках. А вы думаете, ему кто-нибудь позволит рассказывать о чем-нибудь другом? Домострой подмышку и вперед. Епифанова также считает, что женщины не в силах вырастить из мальчика мужчину из-за своей мягкости. Нам надо просить наших мужчин организовать школу отцовства, заключила сенатор в ходе форума. Урок уже в школу превратился. Оперативно. Господи, очередная идея, что пример родителей ребенка ничего не значит. Но вот рассказы чужого дяди заставят всю жизнь изменить. Да коли? Вообще, это, конечно, огромная проблема, что наша система образования показала, что в ней возможно все. Программа, комплексный подход, тестирование на контрольных группах, рецензии научного и педагогического сообщества. Кому это надо? Любую идею можно за полгода воплотить. Если правительство скажет «надо», без вопросов ведут. И отлично понимая, что никакое научное обоснование больше не нужно, а к тому же у нас теперь еще и внеурочка резиновая, политики соревнуются в остроумии и креативности. И остановится ли этот поток гениальных идей в следующем году? Я, честно говоря, сомневаюсь. Есть у меня ощущение, что без контента я точно не останусь. И это все, конечно, весело и забавно, но постоянно смотреть на то, как о школу вытирают ноги и бросают из одной крайности в другую, уже немного надоело. А вы вообще помните, когда в последний раз эти креативщики об учебе говорили? Не о воспитании, не о размножении, не о патриотизме, а об учебе, о знаниях, о подготовке к ЕГЭ, о поступлении в ВУЗ, о материальной базе школ. Вот вы вообще это помните? Такие новости, в принципе, были, но максимум, наверное, вот идея с запретом телефонов. Она хоть как-то связана с тем, что детки должны учиться, а телефоны им мешают. Правда, в части школ учебников нет, и телефоны использовали вместо учебников, но это мелочи. Но кроме этого, вот за весь год, что реально такого полезного приняли, или что хотя бы предложили, что не связано с патриотизмом, воспитанием и семьей? Я даже вспомнить не могу. Друзья, если вы считаете, что это видео заслуживает большого количества просмотров, то просто поставьте лайк, это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой Телеграм, там интересно и все новости образования появляются гораздо быстрее. И кроме того, именно в Телеграме буквально через неделю мы будем выбирать Трошанину года, там пройдет голосование, поэтому подписывайтесь, ссылка есть в описании. Если вы готовы поддержать меня, то можете перейти на мою страничку Boosty, там все ролики выходят раньше, без рекламы, и кроме того, доступен эксклюзивный контент. Сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этой платформе. Огромное им спасибо. Ну а я увижусь с вами уже на следующей неделе, в понедельник, в 17.00 по Москве, в моем новом видео. Всем хорошего дня и с наступающим!